Зимняя жизнь моя Субтитры создавал DimaTorzok Я упнусь в твое плечо, чтоб не думать ни о чем Просто быть с тобой Я сегодня не уйду, и для всех я пропаду В тишине ночной Каждый день с тобой, летом и зимой Буду только я одна теперь Каждый день с тобой, сердце и душой Потому что я нужна тебе И счастливый галендарь мы с тобой откроем Чтоб его до конца листать Я знаю, что теперь Нас на свете двое И могу я тебе сказать Каждый день с тобой, летом и зимой Буду только я одна теперь Каждый день с тобой, сердце и душой Потому что я нужна тебе Каждый день с тобой, летом и зимой Потому что я нужна тебе Спасибо большое, Наталья Белованова Прошу любить и жаловать Прекрасный голос Я думаю, что с такой эмоциональной высоты Мы и должны начать наше объявление победителей Главиадов и призеров Но перед тем, как мы начнем вручать дипломы Я хотел бы несколько слов еще раз Сказать о выставке И о том, что это не просто выставка Это и конкурс Мы как всегда Обратились не только на российский сегмент Мы обратились к зарубежным специалистам Это и генералисты, и искусствоведы И художники, которые имеют большой вес у себя в стороне Ну и получилось так, что в этот раз нас, вас вернее оценивали Специалисты из 12 стран мира И тут уж как-то очень странно получается, что И из Европы оценивали, и из Азии оценивали примерно в равных количествах Я думаю, что в мире выравнивается ситуация Буквально несколько месяцев назад Из Европы практически один человек был участвовал в жюри А сейчас, в общем-то, все начинают понимать, что мир должен жить по правде И все не напрасно И что мы все в начале какого-то невероятного эксперимента И какого-то нового движения всего, ну, наверное, в общем-то, человечества Ну, а художники как самые чуткие на эмоциональное состояние На восприятие мира Такое эзотерическое, конечно же, на острие этого процесса И то, что совсем недавно было невероятным в изображении Буквально сейчас оно уже становится совершенно обыденным и доступным Процесс в искусстве идет Искусство модернизируется Искусство, можно сказать, перелавывает вот эти вот бывшие традиции Которые нами руководили в течение, ну, наверное, 25-30 лет И я думаю, что вот сейчас самое время экспериментировать Самое время создавать какие-то новые работы В первую очередь посмотрев на себя, поняв свою бурн-бунтарскую натуру И создавать уже работы, которые будут в новом тренде Самое время двигаться вперед И наш проект, проект «Талант России» Я думаю, что отчасти этому поможет У нас были большие баталии с руководством Союза художников России Видения, которых являются на полиции эти залы Ну, как пытали Были обменом мнением, скажем так Не все работы нашли до реальной экспозиции Часть работы была снята экспортным советом Но тут уж ничего не попишешь Такой процесс сложный И даже работы, которые были размещены на стене Некоторые работы тоже пришли снять Потому что такое было требование новой третиковки Такое требование музея И такое требование Союза художников России Но те работы, которые были святы Их немного, к счастью оказалось Но тем не менее они были Мы, конечно же, представим их на другую площадку Где такого жесткого экспортного совета нет Но я думал, это может быть даже и лучше отчасти Потому что таким образом Те работы, которые реально висят в западном крыле Новой Третьяковке Уж эти работы, ну, как бы, прошли огонь и воду именно трубы Ну, и это первый эшелон огня и вода именно труб Ну, а второй эшелон, это, конечно же, мнение жюри И их оценки они оценивали по фестивальной системе На основании чего мы и вывели победителей В некоторых разделах вы увидите несколько победителей Мы это сделали специально для того, чтобы, ну, как бы, откидывали соты доли И если разница была буквально в сотых долях Я думаю, что это элемент покупаемых окрежностей И мы также им присуждали призовые места Ну, и, конечно же, те... Ну, помимо того, что первые, вторые, третьи места Мы определили Фавину Майкову Мы еще определили два типа гран-фри Первый гран-фри — это по профессиональному статусу То есть гран-фри среди студентов Гран-фри среди любителей Гран-фри среди членов Евразийского художественного союза И гран-фри среди профессионалов Это вот один тип гран-фри Ну, а другой тип гран-фри — это по направлениям То есть гран-фри в области графики, гран-фри в области скультуры, текстиля и так далее Это еще дополнительно некое ранжирование Но это все делается для того, чтобы для людей, которые набрали высокие полы Чтобы каким-то образом поддержать вас Ну, и, соответственно, те, кто занял гран-фри Мы для них буквально через три недели сделаем еще дополнительную выставку Это на Кузнецком 20 в выставочных залах Московского Теперь уже в Союзе художников И для вот обладателей гран-при мы дополнительно еще по три работы представим Чтобы, ну, максимально широкое количество людей могло бы увидеть эти работы Работы, которые в невероятной конкурентной среде заняли призовые мысли Здесь абсолютно наш критерий был один Это корейский балл Которая работа направлена И, соответственно, от этого критерия мы и исходили То есть, было там, правда, две работы, ну, как сказать, членов Евразийского художественного союза Это членов правления Президиума Евразийского художественного союза Но они не участвовали в жюри И мы просто в этих, ну, как бы, этих разделах Мы дали дополнительный счет в первую-третьую стадию Для того, чтобы, ну, как бы, не говорили, что, ну, как бы, заедли, что, типа, свои заедли в призовые места Это не так Мы вывезем рейтинг Это, я думаю, что очень полезно будет для всех участников Вывезем рейтинг, какие же баллы получил каждый автор И я думаю, что оценив эти работы, посмотрев на экспозицию То есть, таким образом, получится некий дополнительный стимул И направление, куда надо двигаться И что нужно подправить Вот, ну, и теперь, я думаю, что мы можем уже и начать Я хотел пригласить Сергея Петровича Куприянова Если можно АПЛОДИСМЕНТЫ Руководителем секса «Авангардное искусство Российского художественного союза» Президент союза художников-функционистов России И мы тогда, я хотел, чтобы вы не помогли, как бы, в связи с этим Буду договориться, а вы будете обнимать, да? Здравствуйте, уважаемые господа, художники Самые талантливые у вас в России, это вы И я хочу пожелать вам в этот прекрасный день Здоровья, благополучия и больших-больших творческих успехов Работать каждый день, не погладая своих рук Так как вы таланты России АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы получили представление работы в Западном короле Новой Третьяковке Ну, практически в главном музее страны И выделили отдельный раздел, который называется «Персональные выставки в Западном короле Новой Третьяковке» И мы также вручим дипломы этим людям, этим авторам И таким образом это, может быть, также поможет в дальнейшем продвижении художников Вообще тема связана с представлением в музейных пространствах Представлением своего творчества и организацией персональных выставок в знаковых музейных пространствах Я думаю, это очень хорошая идея И мы дальше продолжим также экспериментировать и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, и во Владивостоке, и в Краснодаре И в других городах, крупных городах, где есть системообразующие музейные институции В которых художник мог бы выставить свои работы как персональная выставка Ну и еще одно такое небольшое объявление Значит, вы знаете, ну, многие, наверное, знают, что мы проводим такой большой федеральный проект Арт-география над Россией Значит, суть этого проекта в том, что мы задались целью собрать художников из всех 85 регионов субъектов Российской Федерации И напечатать их И каждый том будет посвящен и посвящается одному субъекту Федерации Ну, скоро, я думаю, что этих субъектов будет больше, чем 85 Но на данный момент это 85 субъектов Федерации, 85 томов И вот ближайшая выставка арт-география Симферополя и Республики Крым Она будет в конце августа, 20-го числа августа открываться Как раз в день флага России И если у кого-то есть работы, в которых таким-то образом представлена Республика Крым Или город Симферополь, то даже пожаловать Вы сможете представить это в музее города Симферополя Такая же системообразующая музейная институция в Республике Крым Ну и мы, наверное, с третьего, на данный момент начнем Еще хотел заострить внимание вас Вы получите диплом с такой замечательной и удивительной девочкой Или подростком в кокошнике И я хотел заострить внимание, но вы все видите На дипломе написано автор К сожалению, он не занял призовые места Но работа, как, ну, лучшим образом была полезна для диплома Автор этот Александр Петрович Жилинский И работа называется «Аллиберушка» Давайте мы все этим авторам поаплодируем и подоркнули А, ну, вот диплом не нет Вот, давайте еще раз поприветствуем Удивительная работа, это такой образ настоящей России В общем-то, такой молодой, крепкой и жизнеутверждающей Спасибо вам за удивительную работу АПЛОДИСМЕНТЫ Если это, мы вам выпишем специальный диплом Да, у вас всех не участников есть Так, ну и начинаем мы, конечно же, с персональных выставок, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Раздел персональной выставки в знаковых пространствах Музейно-пространствах страны Бри Лидия Ивановна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Элайя Глубер АПЛОДИСМЕНТЫ Широшова Надежда Викторовна и Мария Викторовна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фёдора Аксиньи Леонидовна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Сергеевна Туманова, подождите, не уходите, подождите, на секунду, остановитесь, покажите ваш диплом и мы сфотографируем, вот, мы ведем летопись, Эльвира Ташбулатова, Оксана Сотникова.